так еще раз всем добрый день предлагаю начать наш вебинар на тему построения вай фай сетей различного масштаба на оборудовании т.ж. меня зовут Дмитрий Волошов со мной коллега мой добрый день еще раз меня зовут Андрей Скалота соответственно мы коснемся как технической части так и коммерческой части в рамках вебинара и попробуем разобраться в этой теме мы будем говорить сегодня о сферах применения вай фай сетей с возможностью роуминга расскажем немного о компании т.ж.нет познакомим вас с оборудованием т.ж.нет для построения вай фай сети познакомим вас с термином вилан роуминг что это чего это расскажем о классификациях вилан роуминга и покажем ключевые факторы влияющие на качество работы беспроводных сетей вообще надо начать с того что в сфере применения вай фай с возможностью роуминга сегодняшний день есть очень много направлений очень много рынков где данное направление имеет спрос и все вы прекрасно понимаете что за последние годы технология вай фай очень стремительно развивалась сейчас вай фай очень вай фай сети очень распространены повсеместно можно их встретить и нужно сказать что это фактически неотъемлемая часть любой сферы неважно в какой сфере вы находитесь это может быть и офисные помещения это может быть и какие-то помещения в зону отдыха и так далее это уже настолько вжилось в нашу жизнь что человек приходя куда-либо первым делом уже ищет вай фай да поэтому если призадуматься то в любом бизнесе можно найти применение сети вай фай с возможностью роуминга тем не менее в начале нашего вебинара мы хотим бы хотели бы выделить 7 основных направлений где мы видим наибольшую потребность вай фай сети с возможностью роуминга это такие направления как гостиничный бизнес кафе и рестораны развлекательные заведения на производственных площадях в образовательной сфере в офисных помещениях и достопримечательностях я бы хотел отдельно сказать по достопримечательностям не знаю слышали вы или нет но по итогам 2016 года самым амбициозным и самым известным популярным проектом в москве стало построение бесплатной городской сети вай фай центре города москва и вот этот проект получил в этом году в январе посудили награду самый выдающийся проект 16 года но при этом в какой бы сфере такая потребность не возникла всегда появляются вопросы которые требуют какого-то решения ну и какие проблемы возникают первое это как простить развертывание сети нужно сесть каким-то образом реализовано будет управлять и как беспроводной сетью вилан так и проводной локальной сетью которые вы развернете при этом нужно организовать бесшовный роуминг чтобы не было провалов покрытия сети чтобы качество сигнала было хорошим чтобы не было потерь пакетов и нужно организовать поддержку данной сети и устранение неисправности каким-то образом при возникновении ошибок нужно иметь систему мониторинга быстро понимать в чем дело и как устранить проблему здесь нужно добавить не только система мониторинга какого-то автоматического решения когда не обязательно требуется внимание человека какие-то простые вещи подвисло устройство не отвечает по питанию либо что-то еще такие вот вещи когда мы строим большие сети в принципе не обязательно большие мы должны внимание тому что наша сеть должна быть максимально автоматизирована что если что-то случается оно должно решить быть должно быть решено мгновенно но если даже не мгновенно то при минимальных затратах времени второй вопрос который часто возникает как обеспечить клиенту устойчивым сигналом вай фай нужно организовать возможность клиенту перемещаться между точками доступа и при этом чтобы не терялась аутентификация чтобы ему не приходилось тратить время на поиск устойчивого уровня сигнала и подключения в новой точке доступа нужно обеспечить клиента хорошим сигналом у него работали без каких-то проблем его приложения необходимые в сфере развлечений или гостиничного бизнеса не важно третий вопрос который часто возникает как обеспечить выполнение требований различных приложений которые используют клиент при этом управлять аутентификации и вести какой-то черный список тут нужно понимать что в разных сферах есть разные стандарты разные подходы как аутентифицировать клиента как вести его учет опять же разный набор приложений используют клиенты и наиболее часто используется сервер радиус сертификация через портал открытая аутентификация или какой-то там аутентификация по паролю тут я хотел бы отметить что в оборудовании tg net есть до 12 методов аутентификации это насколько мне известно самый большой показатель на рынке и аналогичных устройств нужно еще на самом деле добавить что в рамках нашей страны это не только какая-то дополнительная вещь которые мы можем воспользоваться сейчас нас обязали на законодательном уровне это дело любая сеть с вай фай фри ресторан это больница заведения не важно должны пройти некую аутентификацию это очень важно и не все оборудование в принципе способна на такие вещи если подключение к радиуса сервера то это в большинстве случаев там например различные порталы аутентификации работа с api не все могут это себе позволить и теперь когда мы говорили о самой проблематике о скажем так сферах идем компанией tg net компания есть набор оборудования которая способна решить все возникшие у нас вопросы и хотел бы сказать что компания молодая основана не так давно 2011 году главной офисе производства находится в городе шэньчжэнь есть два отдела r&d один в городе шэньчжэнь второй в шанхае всего в компании более 300 сотрудников и из них более 60 человек это инженеры r&d сфера бизнеса компании это умное оборудование для проводного и беспроводного доступа в сеть вот на самом деле нужно гол говоря компании нужно добавить почему мы выбрали именно эту компанию потому что вы имеете представление достаточно большое количество производителей сейчас есть на рынке китайского производства так и не китайского большинство конечно же китайскую и среди среди вот этих всех компаний нужно было выбрать по определенным критериям именно того поставщика с которым будет нам комфортно и надежно критерий у нас были достаточно простые то есть первый критерий это полностью самостоятельно разработка это на что это влияет влияет на скорость решения возникновения проблем если они возникают плюс это какая-то индивидуальная доработка можно добавить и так и кастомизация продукта потребования заказчика это тоже второе что нас интересовало это конечно же надежность когда мы получили эти девайсы протестировали проанализировали посмотрели статистику возвратов статистику полома и так далее мы были несколько удивлены потому что для сетевого оборудования в принципе до 5-7 процентов лома это считается более-менее нормальным а здесь получается уклад чуть больше чем один чуть больше чем один то есть это второй показатель который для нас важно потому что мы хотим предлагать устройство которое не только относительно выгодны на рынке при тех наборах и возможностях которые имеется данное устройство но и даст стабильной покупая какой-нибудь по и коммутатор устанавливал куда-то на себе в сеть подключая туда телефон вы как минимум хотите быть уверены что среди рабочего дня у вас все это не сломается и офис не останется банально без телефонии или просто банально не останется без сети это тоже тот критерий по которому выбирали следующий критерий изучив изучив насколько компания буквально с 2011 года смогла развить себя мы тоже немножко несколько удивились потому что покрыли практически весь мир начиная от северной америки заканчивая океани ну естественно наиболее представлено не в европе продукт там достаточно давно нужно сказать что в россии он появился с весны 2016 года то есть на весной 2016 года мы протестировали мы уверены в нем начали выводить мало рынок на текущий момент продали достаточно много железа можно сказать что там несколько несколько вагонов и при этом у нас вернулось всего лишь одно со сгоревшим блоком питания это важно это говорит о чем о том что оборудование действительно надежное оборудование то которое можно поставить она у вас будет работать вами просто забудете ну и как видите на этом слайде то есть средний темп роста компании за последние четыре года 2012 год это основной выход компании на рынок составляет более чем 63 процента очень большие темпы роста компания все больше и больше развивается по всему миру все больше занимает свою часть этого рынка то есть это тоже говорит о том что компания не просто сидит на месте компания пытается расти придумывает новые решения не просто решение надежное решение то что мы в итоге сможем предоставить нашим партнером на территории российской федерации ну тут надо сказать что компания в этом эту прибыль продаж инвестирует в разработку порядка 15 процентов всей прибыли направляется службы рэнди и таким образом поддерживается актуальная модельный ряд продукции поддерживается опять же актуальный и необходимый набор возможностей в продуктах все продукты после производства тестируются них есть свои лаборатории которых проводятся испытания по результатам того что результатом производства и уже далее продукт попадает на рынок и благодаря вот этому такой небольшой процент брака а еще нужно добавить на самом деле еще один важный момент благодаря всем вот этим компаниям рнди и разработки так далее продукт очень популярен на внутреннем рынке как вы знаете достаточно большое компания достаточно большое количество компаний которые занимаются сетевым оборудованием представлен на внутреннем китайском рынке тем не менее компания тинжинет при такой высокой конкуренции имеет достаточно большое количество наград это один еще из тех критерий по которому выбирали что это говорит именно о качестве оборудования о том как компания относится к этому продукту который выпускает на рынок вся продукция компании тинжинет которая есть у нас на сайте для для заказа вся она обладает необходимыми сертификатами в частности нас интересует больше всего сертификат я таможенного союза мы вообще сертифицирован оборудование как для продажи использования в европе в америке и китае здесь никаких проблем не должно возникнуть конечно ну и предлагаю перейти непосредственно к модельному ряду и начать знакомиться с оборудованием для построения вайфай сети конечно же начнем мы с точек доступа перед вами настенные точки доступа мы сейчас представляем три разные модели первая модель называется 2.1.20i это двухдиапазонная точка доступа работает на частоте 2.4 гигагерц и 5 гигагерц скорость передачи данных до 1200 гигабитс секунду имеет два порта ван 4 порта лан это гигабитные порты имеет порт юсб который позволяет зарядить какое-то носимое устройство может питаться как по технологии так и через адаптер питания следующие точки этого 30 1302 и 1301 общее в них то что это точки работающие на частоте 2 и 4 гигагерца 5 гигагерц здесь не поддерживается скорость передачи данных до 300 гигабитс секунду у обоих точек один порт ван 100 мегабитный и два порта лан 100 мегабит но дальше есть различия и на картинке справа в точке 1301 можно видеть что разное количество разный набор портов вот у 1301 как я уже сказал есть порт lifeline и порт fxs соответственно можно подключить городскую линию и подключить телефон аналоговый для работы где-то в офисе на рабочем месте питается она по технологии по е и имеет юсб разъем для зарядки на символ устройства давайте немножко дополню смотрите во первых из чего состоит название то есть w и это обозначает варились а 1120 это просто модель которая прошу 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 прощения цифра это просто некий такой внутренний код тут важно на самом деле самое важное это в конце буква ай то есть буква а это говорит о том что в точке доступа есть поддержки технологии а c которая вам позволяет достигнуть скорости передачи данных до 1200 мегабит в данной точке плюс плюс что еще нужно добавить если мы говорим о заказе то w и 1302 может быть в различных цветах а то есть для чего это нужно если если мы говорим о каком-то гостиничном комплексе то люди могут заказывать себе под цвет комнаты желтый и красный и черный и оранжевый и серебряный и так далее и тут небольшая описочка прошу прощения в описании есть маленькая неточность точка w и 1302 и точка w и 1301 они на самом деле одинаковые в обеих точках есть порт лайфлайн это неуправляемый fx кто знает и один порт fxs плюс разница у них только в usb и во внешнем исполнении и прошу прощения сейчас дмитрий продолжит рассказ о других точках то есть вот эти точки они позиционируются как точки для одного помещения они не поддерживают технологию роуминга единственная разница между w 1120i и w 130x это исполнение и крепление то есть 1302 и 1301 крепится непосредственно в отверстие для стенки либо в короб а в 1120 она прикрепляется на стенку и ведь все таки она позиционируется как некое устройство для открытых помещений типа как лобби в гостинице и еще эта точка 1120 имеет возможность последовательного подключения то есть у нее есть порт один из портов он можно использовать для герлянного подключения точки к точке следующие точки доступа это потолочные точки две модели есть первая из них 3120i двухдиапазонная точка доступа с частотой 24 гигагерца и 5 гигагерц имеет один порт в банк консольный порт и может питаться как по технологии бве так и от адаптера питания вторая модель это 2304 диапазон у нее один это два 240 гигагерц соответственно скорость работы скорость передачи данных ниже 300 мегабит в секунду имеет она порт ванн 100 мегабитный питается как от пле так и от блока питания ну и как говорил Андрей эти модели потолочные они уже могут использоваться для построения для построения роуминга для построения без шумного вайфа на этом слайде мы свели в единую таблицу данные по всем точкам в этой таблице вы можете видеть максимальное количество клиентов которые могут быть подключены к точке при этом производитель указывает рекомендованное количество когда точка будет работать в комфортном для нее так режиме нагрузки указано количество антенн которые встроены в каждую из точек есть или нет поддержка стандарта 802 311 АЦ какая же то о чем говорил Андрей высокоскоростная передача данных и здесь же есть такая строка называется она TX Vimforming мы ее не переводили специально честно говоря тут очень трудно каким-то коротким термином перевести смысл этой возможности заключается в том что точки могут передавать сигнал клиенту и концентрировать пучок то есть концентрировать передачу данных именно в направлении клиента для улучшения качества сигнала понимать где находится клиент именно в эту точку направлять поток данных для лучше работать с сетью немножко добавлю когда мы говорим о максимальном количестве клиентов здесь указано в таблице то что точка выдержит но тем не менее в веб-интерфейсе можно физически ограничить какое количество вы можете каковому количеству клиентов разрешите подключаться к той или иной точке далее надо сказать что так как все точки могут получать питание по соответственно у компании есть модельный ряд по коммутаторов это как неуправляемые так и управляемые коммутаторы различной емкостью портов с различным показателем по мощности на порту потому что питание допустим точки доступа и питание камеры видеонаблюдения совершенно разные задачи требующие разной мощности при этом надо понимать что когда вы будете строить сеть вай-фай с бесшовным роумингом скорее всего у заказчика будет и сеть телефонии будет и сеть доступа обычных персональных компьютеров поэтому компании TGNET есть опять же модельный ряд коммутаторов это устройство без поддержки технологии которые позволят абонентам сети проводным абонентам сети также быть подключенными ну и весь набор ПУЕ и не ПУЕ коммутаторов он позволяет строить сети различного масштаба но мы еще тоже это увидим на схемах сейчас хотелось бы акцентировать внимание на такой возможности в ПУЕ коммутаторах TGNET как Smart Guard ПУЕ это набор из двух возможностей первое это перезапуск если коммутатор обнаруживает на одном из портов отсутствие тока все этот порт автоматически перезагружает без вмешательства администратора вторая возможность это перезапуск по расписанию эту возможность надо чтобы администратор настроил смысл ее в том что оборудование может зависнуть и ток на порту есть но само устройство оно не приносит никакой пользы это может быть телефон видеокамера точка доступа в данном случае перезапуск по расписанию позволяет кратковременно отключить питание на порту и подать его снова тогда устройство снова должно вернуться в рабочее состояние здесь нужно немножко добавить что вот эта функция реализована не на всех по коммутаторах которые есть сейчас в линейке для коммутаторов трехтысячной линейки это коммутаторы уровня L2 поэтому там помимо вот этих возможностей о которых сейчас говорил Дмитрий там есть дополнительные вещи как перезагрузка по расписанию либо отключение по и портов по расписанию иногда встречаются такие задачи когда клиент хочет чтобы у него что-то там включалось по расписанию или что-то выключалось по расписанию на нашем примере могу сказать что у нас был заказчик которому требовалось чтобы поя камеры которые висели на территории офиса работали исключительно ночью не требовалось чтобы днем велась запись поэтому камеры днем не работали а после 17 часов камеры коммутатор подавал поя на те порты с помощью камеры камеры автоматически начали работать только для трехтысячной линейки еще раз повторюсь для простой для простой линейки которая у нас 4-8 портовые 10-2 мегабит это обычные коммутаторы там они неуправляемые соответственно эта функция будет недоступна ну и как я говорил схемы могут быть довольно сложными и масштабными надо понимать что потребности у конечных устройств отличаются и давайте по порядку смотреть в данном случае может быть так что у заказчика есть потребность построить бесшовный вай фай соответственно нужен будет 2-е коммутатор к которому будут включаться точки доступа у заказчика может быть проводная сеть в которой нужно обеспечить работников доступом к сети доступом в интернет соответственно это будет коммутатор уже без технологии ПОЕ вероятнее всего у заказчика будут использованы IP-телефоны которые могут получать питание по технологии ПОЕ их мы бы рекомендовали подключить на отдельный коммутатор и у заказчика либо может существовать либо может быть потребность в системе видеонаблюдения для которой тоже требуется отдельный коммутатор с большей мощностью на порту и получается в данном случае управлять всем этим оборудованием будет не совсем удобно потому что у вас несколько устройств и нужно как-то выполнять единый мониторинг вот одна из тех один из тех вопросов которые мы озвучивали в начале решить этот вопрос можно с помощью контроллера который также подключается в сеть заказчика контроллер соответственно производства TGNET и этот контроллер он позволяет вам увидеть типологию сети увидеть в сети все подключенные коммутаторы также увидеть точки доступа производства TGNET и выполнить управление ТГNET там дальше еще подробнее немножко дополню Дмитрия когда он говорит о контроллерах TGNET нужно понимать что контроллер он работает только с продукцией TGNET соответственно если будет подключен какой-либо другой коммутатор или точка доступа не от компании TGNET в текущий момент вы их просто скорее всего не увидите и не сможете с ними ничего сделать ну соответственно про контроллер Андрей предлагаю тебе рассказать про эти вариации давайте да на текущий момент есть два контроллера это контроллер M3 и M5 фактически они отличаются только количеством количеством подключенных Wi-Fi точек доступа на контроллер M3 можно в базовой комплектации подключить до 32 Wi-Fi точек но тем не менее с помощью лицензии можно расширить до 64 контроллеры M5 можно подключить до 512 точек с помощью лицензии и в базе он идет до 128 точек плюс как мы говорили что контроллер управляет не точкой доступа не только настройкой бесшовного Wi-Fi но и большинство функций коммутаторов то есть мониторинг коммутаторов мониторинг портов управление этими портами и в M3 таких коммутаторов может быть до 125 штук в M5 таких коммутаторов может быть до 512 соответственно на коммутаторы они тоже входят в базовую стоимость лицензии никаких лицензий нет расширить нельзя это максимальное количество здесь указано из возможностей доступных которые что позволяет сделать коммутатор с оборудованием подключенным сеть спасибо то есть мы здесь можем управлять настройками VLAN настройкой сети обновлять программное обеспечение регулировать работу по расписанию Wi-Fi точек это то о чем мы говорили то же самое можно сделать как для Wi-Fi точек доступа так и для коммутаторов кроме того построение Wi-Fi сетей то есть это функция роуминга которая также включается на самом коммутаторе и на самом контроллере прошу прощения за двор на самом контроллере и соответственно вы точно так же настраиваете какие точки где должны работать с каким VLAN по каким зонам ну про зону Дмитриевич тоже расскажет и соответственно основная основной наверное плюс такой схемы это то что все устройства компании Dijent управляются из одного места и управляются и мониторятся это очень удобно мы еще об этом поговорим дальше сейчас на этом слайде главный акцент на разницу в коммутаторах и на то что Wi-Fi RAW без контроллера и на то что Wi-Fi RAW без контроллера Dijent построить не получится он организует обещанную сеть Wi-Fi с различными доступами с различными аутентификациями то есть можно организовать в принципе посетевой доступ плюс различные аутентификации на различные сервера нам бы сказать что контроллер позволяет управлять коммутаторами Dijent включать включать ПВЕ порты как индивидуально так как в расписании выполняет можно выполнить перезагрузку то есть не только порта целиком а и целиком устройство и что важно получить статистику с устройств сети анализировать нагрузку анализировать прохождение по портам и по этой статистике уже возможно что-то корректировать какие-то устройства переключить на другие коммутаторы что касается возможности контроллера по работам с Wi-Fi точками доступа Tijenet то опять же это получение статистических данных по нагрузке на каждой точке отдельно это получение данных по подключенным устройствам то есть когда точка доступа в сеть подключается в интерфейсе контроллера мы увидим что точка доступа у нас появилась в сети и увидим в каком конкретном месте она появилась можно через контроллер управлять точками доступа настраивать диапазон и мощность управлять аутентификацией пользователя управлять виланом создавать шаблоны конфигурационных файлов удаленно обновлять БО и загружать по расписанию также через контроллер можно настроить аутентификацию пользователей для подключения к сети и создать черный и белый список опять же решить те вопросы которые мы озвучили в самом начале нашего вебинара перед вами представлен веб-интерфейс то есть когда у вас в сети появляется контроллер вы работаете с его веб-интерфейсом с единым окном где вы будете видеть все коммутаторы подключены в сеть будете видеть статус всех портов коммутаторов и тут надо сказать что это все работает в пределах одной физической сети именно в пределах это ограничено физической сетью нужно пожалуйста тут нужно добавить еще есть интересная функция детекшн если слева на картинке изображен спидометр там сейчас 94% он указывает это говорит о том что есть какие-то помехи неполадки незначительные которые не сильно влияют на вашу сеть тем не менее они есть если вот нажать на кнопочку detection в веб-интерфейсе то система автоматически просканирует всю вашу сеть на наличие различных ошибок и выдаст вам и выдаст вам различные способы решения этой проблем или подскажет как решить эту проблему то есть это тоже достаточно удобно когда вы видите что в сети что-то не в порядке вы нажимаете сканировать сети и получаете всю статистику по вашей сети вот вижу вопрос в чате что можно увеличить кому мелко и что-то не видно в области демонстрации контента у вас в браузере должен быть скролл слева от слайда плюс-минус вы можете попробовать этим скроллом увеличить себе картину ну а вообще презентацию эту можно будет получить и потом подробно изучить надо еще отметить что топология сети которую вы видите в интерфейсе контроллера она динамическая и автоматически выстраивается при подключении новых узлов будь то коммутатор или точка доступ что очень удобно и наглядно и занимает много времени на реагировать вы все у вас все находится перед глазами и в этой системе удобно работать вот поэтому надо понимать что когда у вас будет большая площадь которую заказчику необходимо сносить оборудование то и работ много когда это все сведено в одну единую систему это сильно упрощает жизнь и сокращает издержки вот нужно добавить что когда вы видите эту топологию вы можете визуально понимать где у вас проблема если у вас скажем офисы стоит не одной комнаты это какая-то большая достаточно территория что происходит то есть вы видите что есть какая-то проблема тут можно поступить двумя действиями либо отправить системного администратора или инженера на точку где есть проблема чтобы он руками все это передернул но мы предлагаем другое решение мы предлагаем именно контроллер когда не нужно никуда бегать вы посмотрели на топологию видите что у вас есть где-то проблема если вы видите на слайде есть название оно кликабельное если вы на него нажмете он переключится на этот коммутатор и выдаст какие-то возможные различные варианты перезагрузить коммутатор перезагрузить определенный бот на коммутаторы вы что-то еще с ним сделать то есть опять же это удобно это быстрая реакция на решение проблемы то есть минимизация времени есть вопрос Андрей можете ли вы рассказать о совместимости с другими вендорами например Cisco и как я говорил в самом начале на текущий момент контроллеры работают только со своим оборудованием то есть компания TIGNET если вы покупаете контроллер TIGNET вам нужно будет покупать коммутаторы TIGNET вам нужно будет покупать Wi-Fi точки TIGNET то есть они могут работать в одной сети но управлять контроллером и конечно же не сможете друг 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 они никак в работе помешать не должны у вас просто будет дублирование систем управления и мониторинга насколько это удобно ну в каких-то случаях возможно это имеет право жить ну естественно если у вас стоит какой-нибудь дорогой коммутатор там типа циски или джунгипера за много денег и так просто вы менять его не хотите вы можете его подключить вы можете его использовать но через контроллер вы не сможете с ним ничего сделать отдельно хотелось бы сказать мы уже упоминали хотели повторить снова что в контроллер DGNET есть возможность реализовать до 12 методов аутентификации пользователей здесь на этом слайде мы выделяем аутентификацию на портале с окном который вы можете кастомизировать вот свои нужные заказчика размещать там блогокомпании рекламу какую-то информацию о продуктах возможно например такой вариант для гостиницы когда приезжает посетитель и только находясь еще в зоне ресепшн включается бесплатного вай-фай он получает просто общую информацию об отеле когда его уже заселяют ему выдают какой-то привязанный к номеру пароль он уже может на экране вот этой вот авторизации видеть информацию об услугах гостиницы и выполнить заказ того что ему требуется на разных уровнях можно показывать разную информацию ну да как мы говорили в самом начале Дмитрий говорил есть различные способы подключения это может быть хтп сервер это может быть радио сервер это может быть аккаунт сервер соответственно самый простой вариант если мы говорим хтп сервер вы просто оставляете ссылочку после аутентификации отправляете клиента на этот сервер а там уже на ваше усмотрение на ваши возможности вы можете предложить все что угодно что будет отображаться в человеке на конечном устройстве на мобильном телефоне на планшете либо это может быть любой сервис в вашей гостинице ресторан и так далее все что угодно плюс сейчас наверно становится все более и более распространено когда вы куда-то подключаетесь особенно здесь в ресторанах вас там просят пройти какую-либо аутентификацию например аутентификацию через фейсбук здесь точно так же это делается легко и просто поднимается хтп сервер через аппи настраивается интеграция с фейсбуком а в самом контроллере просто указывается ссылка когда человек подключается у него выводится окно подключиться нажимает на эту кнопку дальше переходим ттп сервер вводит свои данные то есть производит он с помощью данных с фейсбука и начинает использовать вашим вайфайом это не то чтобы кого-то принуждаем заставляем делать это не мы принуждаем это наше государство к сожалению вышел вот этот закон о котором я говорил нельзя предоставлять услуги доступа вайфая без какой-либо аутентификации такими простыми способами можно эту проблему решить обойти пока-то андрей рассказывал я вижу в чате поступил вопрос от гостя по дуги спуфинг поддерживается ли честно говоря уточним я так думаю что сейчас не готовы дать точный ответ надо будет смотреть идентификацию если трудно напишите нам запрос в точный support собака и мать точка ру я еще укажу в чате мы на ваш запрос ответим и теперь когда мы поговорили об оборудовании компании TGNET о всем спектре который он представляет хочу перейти к знакомству с вилан роумингом теоретической части тут наверное Андрея можно отпустить Тим продолжай вдруг возникнут вопросы на которые потребуются мои знания так что же такое вилан роуминг перед вами сейчас представлен рисунок где желтой полоской в самом низу указывается траектория движения оппонента с терминалом в данном случае это сотовый телефон и абонент этот движется от точки доступа 1 в сторону точки доступа 2 на графике между точками доступа и терминалами линиями ap1 и ap2 указан уровень сигнала который распространяется от точки доступа в сторону абонента ну как вы видите точки доступа питаются по технологии от коммутатора TGNET и в сети присутствует контроллер TGNET ну и собственно сам VLAN роуминг его суть заключается в том что абоненту при движении при перемещении по какой-то площади не нужно искать новые точки доступа не нужно переподключаться он впервые придя подключается к сети Wi-Fi вводит какие-то авторизационные данные и получает сети IP адрес и при этом когда он будет дальше двигаться по помещению название CD SSID не будет у него меняться переподключаться ему ну опять же если мы не допустим скажем появление зон где нет связи теперь подключаться ему не потребуется ну и как я говорил уже IP адрес меняться не будет вот что такое VLAN роуминг нужно добавить когда говорят VLAN просто на слух это может восприниматься как VLAN то есть это на самом деле имеется ввиду wireless LAN спасибо и кто же включает роуминг роуминг на самом деле включается на терминале тут сразу надо оговориться что не все терминалы если мы на примере говорим про мобильные телефоны не все мобильные телефоны поддерживают функцию VLAN роуминга сегодняшний день это в основном возможность присутствует в дорогих моделях и если вам эта возможность важна для вашего заказчика она будет важна соответственно об этом надо заботиться как терминал включает он эту функцию он определяет мощность сигнала от всех точек доступа которые видят в радиусе своего действия он определяет отношение уровня сигнала к уровню шума он в принципе определяет состояние сети и во время этого определения он рассчитывает коэффициент потери пакетов исходя из этого первоначально вам терминал то есть телефон предлагает подключиться к той точке доступа которая выдает ему сигнал наилучшего качества и в связи с этим когда у вас в сети присутствует много точек доступа в VLAN роуминге присутствует такой термин как агрессивность роббинга на каждом мобильном телефоне можно настроить чувствительность это выставить уровень сигнала получаемого от точки доступа допустимого для абонента чем уровень сигнала выше вы выставите на мобильном устройстве тем роббинг будет более агрессивно то есть телефон будет подключаться к точкам доступа с наилучшим качеством сигнала и чаще будет происходить переключение соответственно может расходоваться в данном случае аккумулятор гораздо быстрее чем при более низком пороге ну соответственно низкий порог позволяет не так часто перескакивать с одной точки доступа на другую но при этом в качестве в качестве связи может оппонент пострадать поэтому при построении сети с вилан роумингом надо так сказать определить для себя и для клиента тот уровень агрессивности роуминга который допустим для задач пользователя ну вот если посмотреть сейчас на рисунок который представлен на слайде то где-то в районе точки происходит момент переключения когда сигнал от точки доступа 1 уже начинает угасать в то время как сигнал от точки доступа 2 становится сильнее и вот в этот момент происходит сам робот давайте я отвечу на вопрос гостя русифицирован ли интерфейс или на китайском интерфейс сейчас находится на английском языке то есть мы работаем над локализацией продукта не могу вообще сказать точные даты но возможно во втором квартале мы уже закончим локализацию мы будем локализовывать только контроллера хорошо здесь остался потому что в большинстве случаев в большинстве случаев локализовывать например те же коммутаторы смысла нет потому что администраторы которые их настраивают они все-таки привыкли к английскому языку английским терминам английским значениям если мы сделаем локализацию может возникнуть недопонимание сделаем медвежью услугу Игорь мы не собираемся локализовывать термины если мы говорим о коммутаторе я рассказываю вам о функции после того как сеть ваша будет просканирована он будет писать различные ошибки если у вас конечно ошибки и какие-то рекомендации к действиям эти вещи точно будут я уже переключил на другой слайд и на этом слайде предлагаю поговорить о том когда включается ромен ну как мы с вами уже начали говорить рисунок остался неизменным изначально абонент подключается к точке доступа один и начинает свое движение в сторону точки доступа два соответственно когда установлены нам установлены нами значение агрессивности роуминга достигнута и абонент находится в зоне между точкой доступа один и доступа два в этот момент начинает происходить переключение терминал получает более мощный сигнал от точки доступа два и посылает эхозапрос с целью понять может быть есть еще какие-то точки рядом и сравнить эти показания когда он убеждается что кроме точки два лучшего качества сигнала никто предоставить не может начинается процесс переключения то есть сам процесс роуминга он у нас описан на следующий раз прошу прощения я сейчас просто отвечу вам гости задают вопрос на каком диапазоне работают точки доступа на 2.4 или 5 смотрите есть вот давай про эти точки доступа они же обеспечивают робот есть вот смотрите точки доступа которые представлены на слайде работают в двух диапазонах может как в 2.4 так и в 5 соответственно в двух одновременно есть точки доступа которые попроще будут они работают только в одном диапазоне 2.4 так вот значит как я уже говорил терминал определил что точка доступа 2 имеет сигнал уровня выше чем та точка номер 1 который он был подключен и выполняет первый шаг то есть терминал прекращает передачу данных в сторону точки доступа номер 1 и сохраняет данные в кэш в свою внутреннюю память во втором шаге терминал посылает запрос соединения в целевую точку доступа 2 и устанавливает соединение дальше идет третий шаг терминал разрывает соединение с исходной точкой доступа и следующим шагом терминал передает запрос на аутентификацию на вторую точку доступа вот тут я хочу сделать паузу и сказать что в данном примере очень сильное влияние окажет правильное вами размещение точек доступа потому что между шагом 3 и шагом 4 есть небольшая задержка если между точками доступа недостаточное перекрытие сигнала то некоторые пакеты могут потеряться и соответственно абонент с мобильным телефоном он почувствует что качество связи ухудшается может просто пару пакетов потеряться а если с перекрытием совсем беда то и в целом может в этот момент произойти разрыв но в нашем в нашем примере все хорошо и после того как четвертым шагом терминал послал запрос на атификацию пятым шагом терминал атификацию проходит и получает от точки доступа 2 исходный IP адрес тот же самый IP адрес который у него был для абонента визуально изменений никаких не произошло и теперь я предлагаю перейти к классификации вилан роуминга у нас бывают разные заказчики с разными потребностями надо понять теперь каким заказчиком мы сможем обеспечить потребности с помощью оборудования TGNET где мы сможем его применить тут хочу сказать что в беспроводной локальной сети существует два типа мобильности это первая мобильность на уровне канала и второе это мобильность на уровне сети мобильность на уровне канала позволяет терминалу перемещаться в рамках одной подсети это roaming второго уровня это тот случай когда терминал перемещаясь от точки доступа в точке доступа имеет И сохраняет один и тот же IP-адрес. То есть физическая сеть одна, и он в рамках нее перемещается. Мобильность же на уровне сети означает, что терминал перемещается в различных подсетях. Это значит, что точки доступа контролируются несколькими контроллерами. Это масштабные беспроводные сети, где у абонента IP-адрес может смениться. И тут очень важной оговоркой, очень важным замечанием будет жирным шрифтом выделено внизу, что на данный момент оборудование TGNET поддерживает только роуминг второго уровня. Роуминг в пределах одной сети. Контроллер, коммутаторы и точки доступа должны находиться в одной физической сети. В этой сети может жить ВИЛА, но сеть будет все-таки физически одна. Ну и перейдем к заключительному пункту. Это ключевые факторы, влияющие на качество беспроводных сетей. Первый фактор – это наличие мертвых зон. Слева на экране представлен рисунок, в котором разными цветами выделены зоны покрытия точек доступа. Точки отличаются по цветам. Зеленый цвет – это точка доступа, работающая в частотном диапазоне, но использующая канал номер 1. Синим цветом отмечена точка доступа в том же частотном диапазоне, но канал используется номер 6, другой канал связи. И оранжевым цветом используется тоже точка доступа в том же частотном диапазоне, но опять же на отличающемся 11-м канале. И вот как вы видите, эти желтые, зеленые, оранжевые и голубые пятна, они между собой не пересекаются, между ними есть, ну, как сказать, мертвые зоны. И в данном случае при переходе от точки доступа к точке доступа абонентам будет либо потеря каких-то пакетов, проседание качества, оказание услуг, либо разрыв. И поэтому на картинке справа, где зеленые и голубые пятна соприкасаются, я показал и хотел бы подробнее рассказать, как надо планировать размещение двух соседних точек доступа. Самое главное, вы видите, что пятна отличаются по цвету. Это значит, что каналы двух соседних точек доступа не совпадают. В одном случае это канал номер один, зеленая точка, в другом случае голубая точка, это канал номер шесть. И диапазон вещания одной точки доступа должен быть от минус 65 dBm до минус 80 dBm. И этот диапазон должен пересекаться с аналогичным диапазоном от минус 65 до минус 80 dBm с соседней точкой доступа. В таком случае, за то время, пока абонент будет передвигаться от точки доступа 1 к точке доступа 2, вот это совпадение диапазонов, оно даст несколько миллисекунд или секунд для терминала на прохождение аутентификации и на процедуру промыка. Это вот обязательно нужно учить. Вторым фактором, который я хотел бы выделить, это каналы точек доступа не изолируются. Вы сейчас видите на картинке, что в правой части схемы точки доступа имеют пересечение по диапазону, то есть мертвых зон практически нет, но в правой части схемы сконцентрированы точки доступа с одинаковым каналом связи. Это канал номер 6. То есть частота у них может быть одинаковая, но каналы должны отличаться. Если точки доступа находятся рядом с одинаковыми каналами, это является причиной зашумления сети. Соответственно, происходит задержка пакетов, может быть и потеря пакетов, и качество услуг для абонента будет явно хуже, оно будет проседать. И для некоторых приложений, для некоторых задач оно может быть просто неприемлемо. То есть это нужно учитывать. Коллеги, давайте на все вопросы мы ответим после технической части, это осталось совсем немного, и мы потом обсудим те вопросы, которые вы задаете. Спасибо. Следующий слайд, на следующем слайде я представляю эталонную схему, как должны располагаться точки доступа и как должны настраиваться каналы. То есть точки доступа должны иметь перекрытие с соседними точками доступа, это видно на картинке, и каналы, используемые с соседними точками доступа, должны различаться. Какую точку вы не возьмете, на данной схеме в зоне ее действия не будет точки с похожим каналом, с идентичным каналом. И в данном случае мы имеем хорошую зону покрытия, практически без мертвых зон, и мы имеем незашумленную сеть, в которой задержки пакетов будут минимальны. На примере реализации это может выглядеть следующим образом. На рисунке отображена серверная, где располагается обычно роутер с доступом в сеть интернет, там же размещается контроллер, там же размещается плуе-коммутатор, синими полосками на картинке отображено разведение витой пары RJ45, на конце витых пар синие точки, это схематичное отображение точек доступа, как вы видите, все точки доступа, их на схеме 5, все имеют одинаковое SSID, то есть одинаковое имя. И оппонент, который будет перемещаться по данному помещению, он будет везде иметь хорошее качество сигнала, везде будет работать с сетью с одним и тем же именем, у него будет один и тот же IP-адрес. И в заключении, про масштаб, который позволяет реализовать оборудование TGNET, это построение от 32 до 112 точек доступа, вот такая вот зона с Wi-Fi роумингом может быть организована с помощью оборудования TGNET. Немножко добавлю, на самом деле не от 32, а от 1 до 512, точнее даже от 2, если вам нужен роуминг, от 2 до 512. А теперь давайте перейдем к вопросам, потому что мы их видели в чате, но извините, что не отвлекались, вы сбивало. Я нашел вопрос в чате, в котором спрашивают, если есть функционал пуш-уведомлений. Я так понимаю, что уведомлять нужно в тех случаях, когда в сети детектируют контроллер сбой какого-то оборудования. Включение, я правильно понимаю? Или же это все-таки пуш-уведомление для мобильных устройств? О каком уведомлении вы говорите? Пока вы пишите, я прочитаю другой вопрос. Для операторов связи поддерживается Wi-Fi load? Если да, то как работает? На текущий момент не поддерживается, обещают сделать поддержку, скорее всего, со второго квартала. Пуш-уведомления для мобильных устройств? Уточни. Да, в контроллере поддерживается пуш-уведомления для мобильных устройств. Из того, что я вижу в чате, это все вопросы, которые были. Я обещал написать вам почту, куда следует написать ваш запрос, и мы обязательно на него ответим. Я бы сейчас хотел, наверное, сказать всем спасибо за внимание. Мы уже с вами час, вы с нами час. Давайте по поводу деталей работы уже таких усугубленно-технических будем через почту общаться, которую я сейчас написал в чат. Мы же уже ответили, что пуш-уведомления поддерживается. Напишите на почту, пожалуйста, мы вам ответим подробно, как это работает. Примеры, да, со скрином. Будет долго рассказывать здесь. Точнее, тут даже дело в том, что у нас кроме пальцев нет возможности никак продемонстрировать. Коллеги, еще хочу добавить. Смотрите, мы сейчас ищем демо, скажем так, демо-точки, в которых мы могли бы развернуть свой Wi-Fi. То есть это может быть небольшой ресторанчик, гостиница, все что угодно. То есть мы готовы предоставить оборудование для построения сети бесплатно и в итоге получить от вас отзывы от вас, от ваших клиентов и использовать этот кейс в качестве каких-либо рекламных наших акций. Мы об этом будем писать на Фейсбуке и в различных социальных сетях. Если есть такое желание поучаствовать в этом, вы можете отправить на указанную почту свое желание. То есть еще раз, да, мы ищем некого помещения, некого клиента, который захочет построить на нашем оборудовании у себя бесшовный Wi-Fi и сам убедиться, насколько хорошо и качественно он работает. Все оборудование мы предоставим бесплатно. То есть именно оборудование. Мы не являемся операторами связи, поэтому мы не сможем вам предоставить бесплатно интернет. Но оборудование тем не менее. Отлично, откликнитесь нам на почту и уже дальше детально отсудим. Продолжение следует... Мы вам зададим пару вопросов, скорее технических, и примем уже решение. Я вот вижу, что пишут, ну вот вопрос, можете ли поставить в страны СНГ? Наверное, на текущий момент все-таки это для России. Нет, смотрите, как бы для России, Казахстана, Белоруссии, для стран, которые входят в таможенный союз. Ну, как бы... Это тоже странно СНГ, но здесь небольшое значение для стран, которые входят в таможенный союз. Для Кыргызстана мы тоже можем, у нас там даже есть партнеры. Ну, что ж, спасибо за внимание. До встречи на следующих наших вебинарах. Я вот проанонсировал, в следующий четверг приходите, включайтесь. Будем рады вас видеть снова. Всем спасибо и до свидания. Всего доброго. Продолжение следует...